— Вась, картошка-то у нас закончилась, ты бы сходил в магазин. Пожилая женщина посмотрела на своего мужа, который сидел за обеденным столом и задумчиво смотрел в окно, из которого открывался вид на весь двор с четырех сторон, закованный в стены хрущевских пятиэтажек. — Вась! — А! — вздругнул старик. — Чего ты там увидел? Женщина подошла к окну и, опершись на подоконник, выглянула на улицу. — Да смотрю, пацанята опять по гаражам бегают. Расшибутся же. Неужели им больше поиграть негде? — А где им еще играть, Вась? — все качели на площадке уже сто лет назад на металлолом растащили. — Ну так надо же написать куда-нибудь, чтобы разобрались, отремонтировали. Может, они там не знают, что у нас площадки во дворе нет. Так надо им сообщить. — Ага, пиши! — хмыкнула старушка и махнула рукой. — Прям завтра приедут и сделают тебе площадку, а заодно и дыры в асфальте залатают, и крышу перекроют. Иди уже за картошкой, мечтатель. Хорошо бы молодой купить, килограмма полтора, но она, наверное, дорогущая сейчас. Старик пожал плечами и, раскачавшись на стуле, поднялся на ноги. Накинув на плечи легкую куртку, он вышел из квартиры. — Ну расшибетесь же! — покачав головой, крикнул он подросткам, играющим в догонца на крышах гаражей. Те никак не отреагировали на его замечания, пропустив слова старика мимо ушей. Лишь один, по-видимому, самый старший из них, повернулся к мужчине и, уперев руки в бока, с вызовом в голосе, произнес. — А вам-то что? Это ваши гаражи, что ли? — Я же не о них беспокоюсь, а о вас, — ответил старик. — Упадет кто-нибудь, сломает себе ногу. Зачем вам и родителям вашим такие неприятности? Не упадем. Бросил ему мальчик и побежал по крыше, прыгая с одного гаража на другую. — Смотри, сам не упади, дед! — трусливо выкрикнул кто-то из-за укрытия, вызвав смех своих друзей. — А то развалишься еще на кусочки! Василий вздохнул и, ничего не ответив, побрел к магазину, который находился на другой стороне улицы. Остановившись у пешеходного перехода, старик осмотрелся по сторонам и, убедившись в том, что ему ничего не угрожает, ступил на проезжую часть, медленно перебирая ногами. Все произошло так быстро, что он даже не понял, как оказался лежащим на асфальте. Водитель внедорожника, повернув с перпендикулярной улицы, видимо, отвлекся и заметил старика уже тогда, когда тот был практически перед его капотом. В последний момент, нажав на тормоз, он все же сумел остановить машину, но бампер автомобиля все-таки клюнул Василия в бедро, отчего тот, потеряв равновесие, завалился на бок. Мгновенно выскочив из салона, виновник происшествия тут же оказался рядом с лежащим на асфальте Василием. — Дед! Живой! Старик с трудом принял сидячее положение и, поморщившись, прикоснулся к своему колену. Водитель, боязливо осмотревшись по сторонам и быстро оценив обстановку, схватил старика подмышки и поставил на ноги. Перекинул его руку через свою шею, он потащил Василия к машине. Усадив того на заднее сидение, он прыгнул за руль и уже через секунду покинул место происшествия. Завернув в ближайший двор, он заглушил мотор и повернулся к старику. — Слышь, дед, ты как? — Как будто машина сбила, — хмыкнул Василий. — Ты это? Ну, короче, мне проблемы не нужны, сам понимаешь. Ты вроде не сильно пострадал, да? Старик снова ощупывал колено и пожал ключами. — Короче, давай так, я тебя сейчас за этот инцидент баблом взгрею, а ты забудешь, что здесь случилось. — Ты же старый уже, еле ходишь. Зачем тебе по всяким судам ездить? Затаскают же. Василий бросил на водителя тяжелый взгляд из-под лобя и протянул руку к двери. — Не нужно мне ничего от тебя. Как у тебя здесь дверь открывается? — Ну ты чего, дед? — удивился водитель. — Обиделся, что ли? — Да ты спасибо скажи, что я затормозить успел. — Спасибо, — кивнул Василий. — Ну так что, договорились? — переспросил водитель и запустил руку во внутренний карман куртки. — Я же тебе говорю, не нужно мне ничего. Дверь открой. — А ты сейчас сразу в ментовку пойдешь, да? Настучишь на меня. — Домой я пойду, дуралей. Водитель внимательно посмотрел на сарика и, немного помедлив, разблокировал дверь. С трудом выбравшись из автомобиля, Василий, заметно хромая и припадая на левую ногу, направился в сторону дома. Когда он уже отошел на приличное расстояние, его догнал водитель. — Слышь, дед, я подумал, все же не по-пацански будет тебя вот так отпустить. Вот, держи на лечение. — Я же тебе сказал, не нужно мне ничего, — хмуро произнес старик и попытался ускорить шаг. — Не, так не пойдет. Ты давай лечись, только ментам меня не сдавай, ладно? Водитель ловким движением расстегнул карман куртки Василия и, на мгновение засунув в него руку, тут же застегнул его и, развернувшись, быстрым шагом направился к своему автомобилю. Проводив машину взглядом, Василий сунул руку в карман и вытащил из него несколько новеньких купюр, стянутых канцелярской резинкой. Кое-как, дохромав до своего дома, старик остановился у подъезда, чтобы перевести дух. — Я же говорил, что развалится! — услышал он знакомый голос. Мальчишки, усевшись на крышу гаража и свесив с него ноги, посмеивались и перешептывались, глядя на него. Василий молча открыл дверь подъезда и, поморщившись, перешагнул через порог. С того дня прошло две недели. Поврежденное колено все еще немного ныло, но уже не так сильно беспокоило Василия, который сейчас снова сидел на своем любимом месте за обеденным столом и с легкой улыбкой на лице смотрел в окно. — Вась, хлеб закончился! Старушка закрыла крышку хлебницы и посмотрела на своего мужа. — Ну чего ты там опять увидел? Она подошла к окну и, отодвинув занавеску, посмотрела на улицу. — Ой, ты посмотри! Только недавно с тобой поговорили, что детворей играть негде, а тут уже качели какие-то устанавливают. Ты смотри! Да не одни! Вон еще лежат какие-то! Во дворе действительно наблюдалось какое-то оживление. Рабочие уже демонтировали старые качели и сейчас занимались установкой новых. Ватага мальчишек с интересом участвовала в этом мероприятии, помогая рабочим и одновременно донимая их своими вопросами и советами. — Наверное, кто-нибудь из администрации приехал, посмотрел на наш двор и решил детишкам подарок сделать! — улыбнулась старушка. — Наверное! — Василий с легкой усмешкой пожал плечами и потер ноющее колено. Дед Василий. Новый рассказ от Евгения Чеширка. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова